Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня первый день зимы. Наши предки называли декабрь временем белых троп, так как с него берет начало зима. Люди следили за тем, сколько выпало в этот день снега. Но снега сегодня не предвидится. Синоптики расскажут подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вступают в силу несколько законов. Доступ к социально значимым интернет-ресурсам для россиян с начала месяца должен стать бесплатным. Это значит, что открыть их можно будет даже при нулевом балансе на счете. Мера предусмотрена поправками о так называемом бесплатном социальном интернете, внесенном в федеральный закон о связи. Также будут блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками. Новый закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Еще одно нововведение, которое касается коммуникации. Сегодня в России вступит в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных. Еще несколько изменений ждут граждан. С ними можно ознакомиться в социальных сетях. Дачная амнистия действует в России до 1 марта 2026 года. Как зарегистрировать дачные и садовые дома по новым правилам, гаражи и иные хозяйственные постройки? Об этом нам рассказал начальник межмуниципального отдела Республиканского Росреестра Родима Хохандукова. Смотрите специальный репортаж шерифа Тлепшоковой. Дачная амнистия. Каковы условия для оформления прав граждан на земельные участки? Расположены на них жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки. Об этом рассказала начальник межмуниципального отдела Республиканского Росреестра Родима Хохандукова. Дачная амнистия. Наверное, эту фразу знает каждый в стране, даже тот, кто не имеет дачи. 15 лет в стране действует закон, согласно которому можно оформить право на недвижимость, дачу, земельные участки, гаражи и так далее. Сроки завершения этой программы все время сдвигались. Совсем недавно депутаты даже выдвигали такую идею, чтобы сделать ее бессрочной. Но каковы реалии на сегодняшний день? Я по вашему вопросу чуть-чуть вернусь в историю. Дачная амнистия у нас действует с 1 сентября 2006 года. И если по статистике проанализировать, она была проанализирована, более 14 миллионов объектов были зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет за весь этот период. То есть дачная амнистия, это народ так назвал дачной амнистией, упрощенный порядок государственной регистрации недвижимости в виде государственного кадастрового учета объектов и государственной регистрации права. С 1 сентября 2006 года не один раз продлевался этот упрощенный порядок. Последний раз у нас до внесения изменений, последний раз, когда сроки были продлены еще до 2026 года, он у нас действовал до 1 марта 2021 года. На сегодняшний день дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года. Это упрощенный порядок постановки на кадастровый учет и государственную регистрацию права объектов жилищного строительства. Если гражданин собрался построить жилой дом, раньше, если дачная амнистия действовала именно на дома, которые были построены на земельных участках для садоводства, ну, назвали дачные дома, то сейчас законодатель расширил этот перечень, сейчас этот порядок дачной амнистии действует на жилые дома, которые построены не только на землях для садоводства, но и на землях для индивидуального жилищного строительства, на землях личного подсобного хозяйства, которые находятся в границах населенного пункта. В чем заключается упрощенный порядок? Если по закону пройдет человек, гражданин, который собрался создать объект жилищного строительства, жилой дом, он должен в первую очередь обратиться в органы местного самоуправления и с уведомлением о том, что он планирует построить дом. После этого, когда он обращается с этим уведомлением, он составляет проектную документацию, технический план строит. После того, как он закончил строительство, он опять-таки обращается в те же органы местного самоуправления и уведомляет их об окончании строительства. Это касается и реконструкции уже построенного дома, если он собрался что-то поменять. Площадь, неважно что. Реконструкция объектов жилищного строительства. Сейчас законодатель в упрощенном порядке что это означает? Это означает, что он упростил человеку, он может не обращаться за уведомлением ни о строительстве, ни о планируемом строительстве, ни об окончании строительства. Он обращается к кадастровому инженеру, составляя технический план. И для того, чтобы поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на жилой дом, человеку необходимо два документа. Первый – это технический план на объект строительства. И второй – если у нас в едином государственном реестре недвижимости нет права зарегистрировано на земельный участок, на котором он построил дом, то документы, подтверждающие его право на этот земельный участок. Почему возникла необходимость продления дачной амнистии? С какими трудностями, на ваш взгляд, сталкиваются дачники, если сроки оформления все время ствекаются? Почему продлевается дачная амнистия? В первую очередь это в интересах к гражданам. Это первая очередь, почему законодатель сдвигает. Время именно, когда гражданину дается возможность в упрощенном порядке зарегистрировать свои права на живые дома. Вне зависимости, где они находятся. Тем более сейчас, как я раньше говорила, он расширил нормы, на которые они действуют. Хотя действует с 1 сентября 2016-2016 года дачная амнистия, но тем не менее, на сегодняшний день очень много объектов жилищного строительства, которые до сих пор не стоят на кадастровом учете, и люди не успели, не смогли, независимо по каким причинам, не смогли зарегистрировать свою собственность, оформить, как полагается по закону, поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права. Здесь очень много моментов бывает. У кого-то проблемы с землей. Раньше как выдавали, раньше рос... Это росреестр. Сейчас все данные в едином государственном реестре недвижимости. У кого что есть. Раньше то сельские поселения сейчас выписки выдают, например, на выделение их семейных участков. Разные организации, разные учреждения регистрировали право собственности. А сейчас это все нужно внести в единый государственный реестр недвижимости. Те, которые не успели. Раз. Те, у которых нет документов. Тех же самых разрешительных, уведомительных. Они просто взяли и построили себе дом. Не зная, что нужно ходить по инстанциям, собирать какие-либо документы, получать разрешение, уведомлять о планируемых строительствах или уведомлять об окончании строительства. Это все законодатель делает, то есть продлевает сроки для граждан, для собственников, чтобы они успели, смогли без каких-либо больших затрат, без каких-либо больших препятствий зарегистрировать за собой свои права. Многих дачников волнует, тревожит вопрос, зависит ли оформление их недвижимости от даты строительства их недвижимости. Я еще раз хочу акцентировать внимание, что 19 декабря 2020 года вступил в законную силу, федеральный закон 404-й, от 8 декабря 2020 года о внесении изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости и федеральный закон о внесении изменений в градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этим законом 404-м, во-первых, продлили срок дачной амнистии, упрощенный порядок государственного катастрофа учета и регистрации прав на жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для садоводства, для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, находящихся на территории, в органицах населенного пункта. Вопрос в том, какие жилые дома подпадают, какой постройки, дата постройки, вне зависимости, когда был построен в советские времена, сейчас построен или планируется строительство, они, если закончат, например, планируют строительство сейчас начать, но закончат до 1 марта 2026 года и успеют в упрощенном порядке зарегистрировать. То есть жилой дом построен вне зависимости от времени, какой порядок тогда существовал, почему именно законодатель указывает до 4 апреля 2018 года или после 4 апреля 2018 года, когда человек должен был там в разрешительном порядке, в уведомительном порядке позже, сейчас все в упрощенном порядке можно регистрировать. То есть гражданин, имеющий жилой дом, вне зависимости, когда он построил, имеет право зарегистрировать в упрощенном порядке до 1 марта 2026 года. Туда входят и новые дома, которые будут построены за этот период. Я бы хотела еще раз напомнить гражданам, что есть разные способы подачи документов в Росреестр для постановки на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на жилые объекты жилищного строительства, то есть жилые дома в упрощенном порядке. В первую очередь, я и раньше говорила, земельные участки должны быть в собственности у человека, на котором он построил или собирается построить жилой дом. Какие способы подачи документов в Росреестр? Первое, это через офисы, МФЦ, находящиеся в районах и городах субъекта, то есть Карачаево-Черкесской республики. Это личное посещение. Туда только в бумажном виде можно сдать документы. Следующий способ – это через почту. Те же самые бумажные документы можно переслать по почте в адрес Росреестра. Потом в электронном виде тоже можно подать заявление. Еще есть платная услуга, которая оказывается филиалом кадастровой палаты. Они выезжают по месту нахождения гражданина, чтобы он мог подать заявление на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости. То есть человек, если по каким-либо причинам не может выехать в МФЦ, по почте отправить, в электронном виде, кадастровая палата приезжает и принимает документы. То есть все для граждан. Упрощается, идут навстречу, чтобы люди могли свои права зарегистрировать, свое имущество, чтобы они уже знали и были уверены, что это имущество их, и оно никуда не уходит. Второй момент, то, что я хотела бы обозначить, госпошлина, которая оплачивается, она небольшая, 350 рублей, госпошлина, для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности в упрощенном порядке. Сегодня среда и по традиции советы доктора. Мурадин Узденов родом из Карачаева, Черкесии, но сейчас живет и работает в Астрахани. С первых же дней пандемии он лечит больных с диагнозом COVID-19. Как понять, еще до получения результата ПЦР-теста, что вы заразились? На что нужно обратить внимание в первую очередь? Об этом сегодня расскажет врач-терапевт. Также Мурадин Ахматович приведет интересный пример из своей практики. Советы доктора слушала Алла Качиева. Один был у меня такой случай с COVID-19 связанный. Мы все привыкли по COVID-19, что показатели, за которыми нужно смотреть, это сатурация и температура. И мы всегда на это ориентируемся. Если сатурация снижается менее 95, то пациенту нужно провести КТ-обследование, допустим, или температура больше 5-7 дней, тогда на 7-е сутки, ну, ориентировочно, каждый случай разный, но ориентировочно на 7-е сутки мы должны провести КТ, если температура держится у пациента. И все время ориентируемся на эти стандарты. Но был у меня такой случай, пациентка одна, у нее не было ни температуры, у нее сатурация была 99. Это 99, это максимальное значение. Но она себя при этом плохо чувствовала. Родственники списывали это на то, что у нее диабет, там, панкреатит обострился из-за этого. Единственная клиника, которая у нее была, она когда по квартире ходила, у нее голова кружилась. Вот это единственный признак, у нее вот это голова кружение было. Я посмотрел эту пациентку, померил сатурацию, температура в норме, ни разу не повышалась у нее температура. И пациентка предъявляла жалобы на головокружение. Вызвал скорую, чтобы провели ей КТ-обследование. Скорая на КТ не отвезла, ввиду того, что сатурация в норме, температура в норме, и не было данных отвозить ее на КТ, не было необходимости. Через два дня пациентка опять вызывает, опять у нее температура в норме, сатурация почти 100%, а пациентка при этом себя плохо чувствует. Вот нужно прислушиваться к пациенту на его самочувствие, потому что температура и сатурация, она может иногда не быть показателем. Если пациент говорит, что ему становится все хуже и хуже, значит на самом деле что-то есть. И со следующей скорой обговорили этот момент, и решили отвезти пациентку на КТ, а оказалось там 75% поражения. Вот такой случай был, что все-таки надо прислушиваться к организму. Человек чувствует свое состояние, и бывают редкие случаи, когда показатели сатурации, показатели температуры могут немножко ввести в заблуждение врача. И нужно быть настороженным, что если пациенту становится все хуже и хуже, значит это не просто так, значит что-то там нужно обратить внимание на что-то. Министерство туризма Крачаева-Черкесии запустило фотоконкурс «Лик родной республики», посвященный 100-летию Крачаева-Черкесии. К участию принимаются фотоработы, отображающие природные пейзажи и живописные ландшафты республики, естественный мир дикой природы, исторические места и архитектуру, а также фотоматериалы, иллюстрирующие особенности культуры и традиции народов многонациональной республики, культурно-исторические ценности, интересные события и характерные особенности повседневной жизни. Каждый участник может представить до трех фотографий, все материалы должны быть авторскими. Лучшие работы разместят на информационных стендах на курортах Крачаева-Черкесии. Их авторы также получат возможность продемонстрировать свои работы на официальном аккаунте Министерства туризма. Конкурс продлится до 10 декабря. А сейчас рубрика «Забавное видео». Нам его любезно предоставил наш коллега, телеоператор Евгений Лохвицкий. У него дома живет кошка Эля, породы Невская маскарадная. Ей два года. И она очень любит играть в прятки. И вот однажды Эля решила спрятаться в коробку от обуви. Но ей было так любопытно, что происходит вокруг. И ищут ли ее хозяева. И она решила подсмотреть. Ее глаза горели от счастья. Кстати, Эля в поисках своего кошачьего счастья. Может, у кого-то дома живет котик породы Невская маскарадная. Если у вас есть забавное видео с вашим домашним животным или фото, присылайте к нам в директ. Инстаграм Вести Карачаева Черкесия или на электронную почту вести09собакаяндекс.ру И мы обязательно покажем и расскажем о вашем питомце. А еще приедем к вам в гости или вы приедете к нам в студию и станете героем программы. Сегодня день белой козы. Наш регион богат козочками. У многих есть в хозяйстве это животное. Козье молоко обладает более полезными свойствами, нежели коровье. Исследования подтверждают, что молоко козы помогает предотвратить железодефицитную анемию, укрепляет кости и зубы, улучшает пищеварение и энергообмен, снижает риск аллергий. Ну а шерстяные изделия такие мягкие и теплые. Так что сегодня устройте праздник своим козочкам и угостите фруктами. Кстати, они очень любят яблоки. Сегодня день красных яблок. Вот следует отметить, что красные имеют более высокий показатель калорийности, нежели зеленые. Поэтому именно плоды зеленого цвета рекомендуется употреблять во время диет. Но сегодня мы поговорим о красных. Содержащиеся в яблоках железо повышают уровень гемоглобина. Диетологи пришли к выводу, что после трех недель яблочной диеты показатель холестерина может снизиться на 30%. У яблок достаточно невысокая калорийность, если употреблять их в свежем и запеченном виде. В плодах нет жиров, зато есть углеводы, которые могут на какое-то время дать чувство сытости. У каждого свои любимые яблочки. Так что выбирайте на вкус и цвет и будьте здоровы. Я, естественно, выбрала сегодня красное. Аромат, кстати, собранное в наших садах Карачаева Черкесия. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева Черкесия». Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok